Привет, друзья! Меня зовут Саша Жучкин. И на это начало я записываю уже, отсняв целый ролик, просто потому, что я не знал, что когда я буду это снимать, я узнаю столько крутых инсайдов. От себя скажу, что я клянусь, что я больше, наверное, не буду пользоваться этой доставкой, просто потому, что я узнал такие вещи, от которых, ну, честно говоря, я был в шоке. В общем, советую вам посмотреть ролик полностью для того, чтобы обезопасить себя это, мягко сказать. Салют! Всем привет! Меня зовут Виталий, мне 19 лет. Работаю в Яндекс.Доставке, езжу на Вольво старой. Машина для всего используется и для работы, и для души, и для путешествий. Машина, все требования мои закрывает лично, как поехать погоняться, так же поехать поработать куда-то в город. Короче, она тебе очень нравится. Да. Как называется твоя должность, ну, собственно, на которой ты работаешь? Водитель, курьер, получается, доставщик. Мне приходит заказ по таксометру Яндекса обычный, как у водителей в такси. Я его принимаю, еду на точку, забираю заказ, везу, все. Сколько ты по времени уже работаешь в Яндексе? Два месяца уже. Замерз, по-моему. Да, есть такая офигня. Как проходит трудоустройство, вот, на твою работу? Я трудоустроился, через случайно нашел таксопарк, нашел человека, девушку, связался с ней по WhatsApp, списались мы с ней, я отправил ей документы все свои. Ты ездил куда-то в офис? Нет, я ничего не подписывал, ничего, никуда не ездил. То есть я отправил ей документы, права, документы на машину, всякое такое. Она буквально за час мне оформила аккаунт, бросила логин, пароль, чтобы я установил свой пароль на аккаунте и начал работать. То есть сразу же я про... А, еще нужно, Яндекс требует пройти фотоконтроль машины, то есть и фотоконтроль себя, чтобы убедиться, что это ты. И можешь начинать работать. Слушай, ну, это очень интересно, что тебе, чтобы устроиться на работу, просто даже не стоит никуда ехать, просто скидываешь фотки. Давай, знаешь, что с тобой? Сегодня целый день поработаем, ты расскажешь какие-нибудь секреты в доставке, расскажешь и покажешь, каково это работать Яндекс доставки. Потому что Яндекс еду я снимал, уже Яндекс лавку снимал, а вот Яндекс доставку, друзья, я еще не снимал. Поэтому хорошая возможность поставить лайк этому ролику, подписаться на канал, сделать все необходимые вещи для того, чтобы этот ролик вышел в тренды. И мы с вами достигли вместе больших успехов. Ну что, как включилось приложение, сразу же прилетел заказ, ехать до него нам 9 минут, 2,5 километра. А Яндекс сколько дает времени, чтобы до туда ехать? 13 минут. 13 минут. Ну, то есть... Дает меньше, чем... На минуту меньше, да. Но мы с тобой успеем, потому что мы на Вольво, да? Ласточка летает у тебя, бодренькая. Поэтому никаких проблем, я думаю, с этим не будет. Нам надо первый подъезд, третий этаж. Ход через двор, арка рядом с Буше. Хотелось тебе когда-нибудь открыть чью-нибудь посылку и посмотреть, что же ты доставляешь? Ты видишь, обычно спрашиваешь у клиента, что там, и клиенты чаще всего подкрывают сами, показывают тебе, что там, как там и так далее. То есть даже некоторые люди, даже не, как бы, которые доверяют, на самом деле, ну, а почему не доверять-то? Передавали как-то iPhone последний, грубо говоря, новый, в коробке. Ну, вот какие-то такие ситуации бывали. Так, нам вот сюда надо. Слушай, а ты несешь какую-то вообще ответственность? Ну, например, да, вот если ты, ну, так получилось, ты уронил этот iPhone. Вот что в этом случае делать? Яндекс не несет никакой ответственности, как когда я проходил обучение. Клиент сам, так сказать, передает посылку и сам несет за нее ответственность. То есть в случае что, короче, ты можешь просто сказать, ребят, типа, с меня взятки и гладки, да, типа, вы сами мне передали, типа, посмотрите, да. Там указано, что передавать хрупкие вещи, ценные вещи не стоит, или как-то так они написали, когда обучение проходило, и говорили об этом. То есть клиент сам решает, доверять курьеру или не доверять. Бывают такие, которые не говорят даже, что там. Самое странное, что ты доставлял. Есть у тебя в своем послужном списке? Один ключ от двери был. Заказ был на 800 рублей, что ли, если не ошибаюсь. Просто ключ. По-моему, это слишком странно как-то. Представляешь, если это ключ был от сейфа, где просто миллиард баксов. Добрый день, Яндекс.Акси доставка. Ух ты, чуваки, офигеть, вот это парадка. Обалдеть. Чуваки, просто, может быть, кто-то не понимает, в какой мы были парадке, но вот посмотрите, какой видок будет открываться. То есть ты выходишь, а здесь у тебя просто Казанский собор. Краткий обзор на мою машину. Ну, да, есть такие косяки небольшие, как бы. Ну, они будут сейчас справляться все, я надеюсь. Машина была куплена, на самом деле, если честно, очень дешево. И была куплена на перепродажу мной. Но после того, как покатавшись на ней пару дней, когда купил ее на перепродажу, я понял, что машина эта может много, очень много, но места в ней много. Машина большая достаточно, то есть сзади два сиденья отодвинуты, как бы, и люди могут спокойно сесть. Она комфортная на трассе. Багажник в ней очень большой. Ну, то есть для седана тем более. Теперь у тебя появился адрес, куда это все везти, правильно? Да, теперь мы видим, конечно, точку. Уехать 9 минут, показывает нам Яндекс.Навигатор. Сейчас выйдем и... А вот как раз на статофоре сейчас остановимся и посмотрим, сколько у нас это получится. 211 рублей. То есть, еще раз, когда ты берешь заказ, ты не видишь, куда его везти и не видишь стоимость. Да, ты видишь только, куда тебе нужно приехать, и все. Плохая ли эта тема? Удобно ли это? Спорный момент, потому что, если есть такое, как бы, я сам не знаю, то есть я не работаю ни в Яндексе, я не вижу заказы, какие есть. Если на самом деле, или правда, водители очень много отменяют заказы, то есть я не хочу туда ехать, и все. То есть с таким условием. Ну, как бы, ты работаешь водителем, ну... Будь добр, работай водителем. Да, да, и едь, как бы. И, ну, такого я не понимаю, то есть... Набрали посылку, когда не хочешь платить за парковку, делаешь просто вот так. Парковка здесь платная, а нам она, как бы, особо не нужна, нам на 2 минуты надо зайти. А сколько штраф так вот? Штраф за неоплаченную парковку до 2000, если не ошибаюсь. Я не знаю, мне ни разу не приходило. Ну, понятно, почему тебе ни разу не приходило. Здорово. Все таксисты так делают. Или открывают багажник. Ну, потому что за 2 минуты платить, ну, как бы, ну, такое себе. Мы уже приехали. Первый подъезд. Удачить по номеру телефона квартиру. Звоним клиенту. Алло. Добрый день. Яндекс.Такси. Доставка. А какой номер квартиры у вас? Нужно зайти, вот, вы подъехали к 46, да, летим к 46? Да, да, да. Нужно зайти в железные ворота, и я строю дверь, выйду вот тут. Да, заходим, спустяйтесь. Лена сказала, сам спустится. А доставка от двери до двери? Да. То есть мы должны были подняться на этаж, но у человека не указано номер квартиры, то есть только номер подъезда. А вот, похоже, не хочет полить. Хорошо, Лена, сходите. Давай, колись, сколько бабок получишь? Она в шоке была чуть-чуть, по-моему. 211 рублей, ну, минус процент еще Яндекс. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не знаете. Так, всем ставишь лайки. А вот следующий заказ. Ага. Вот, слушай, кстати, вопрос. Рейтинг пользователя, ты смотришь на него, он как-то влияет на что-нибудь или нет? Да. На что? Ну, это водители оценивают. То есть мы видим, которые... Затнили заказ сейчас, который нам прилетел. Поэтому у него такой рейтинг, да? Скорее всего, да. Из-за этого вот водители, как раз водители оценивают. То есть какой клиент, какой он по общению клиент, представляет ли он чаевые, там. Вот из таких нюансов все складывается. То есть насколько он общительный, там, из вот этого всего. У меня такая тема, короче, никто не знает, но я поделюсь. Я коплю самый низкий рейтинг в Яндекс.Такси. У меня был 4,59, по-моему. Но потом мне какой-то водила поставил пятеру. Причем он мне поставил пятерку в тот момент, когда я просил его поставить единицу. Сейчас у меня 4,73. Я хочу набить самый низкий рейтинг в Яндекс.Такси. Вот что? Скорее всего заблокирует. Вот, мне тоже сказали, что скорее всего заблочит. И потом я отказался от этой идеи. Но рейтинг, сука, не поднимается. Один и два коэффициента умножения заказа. Принимаем. Байрайтинг хорошему человеку. Еда. Хорошо. Позовите, пожалуйста. Да, хорошо. Хорошо, уйдя, до свидания. Шаверма здорового человека называется место. Слушай, ну, едой пахнет вообще шикарно. Прям как будто у нас 15 человек тут, знаешь, шаверму идет. Запах класс. Сколько ехать? 17 минут, говорит, так само. 17 минут, да? 204 рубля. 17 минут, 204 рубля. Но тебе еще нужно на эти деньги будет заправиться. Давай посчитаем, сколько в день ты зарабатываешь и сколько чистыми. Вот так вот. И сколько в день у тебя уходит на бензин? Обычно зарабатываю, ну, 3 тысячи плюс и на бензин выхожу с половиной, ну, полбака я за день, за рабочую смену я сжигаю. Это точно. Заправляюсь полбака, это примерно, ну, тысяча там, плюс-минус. То есть тоже еще и остается. Ну, короче, ты получаешь где-то 2 500 за 12 часов. Примерно, да. Бывает даже меньше, что ты можешь часов за 7 заработать даже больше, чем за обычный день. Поехать домой отдыхать, так сказать, как бы. В комментариях было написано, да, что нужно позвонить, как приедем. Отправитель попросил набрать, как подъедем. Ты можешь сказать, что, типа, блин, простите, но мы съели всю шаверму, типа, извините. Нет, так давай не будем делать пока. Я пока еще увольняться не собирался вроде. Добрый день, Яндекс.Такси, доставочка, машинка подъехала, ожидает вас. Ага, ну, выходу, выходу. Да, хорошо. Тетя. Добрый день, Яндекс.Такси. Надеюсь, это не только для нее. Виталь, вот ты, ну, сколько еще планируешь поработать в Яндекс.Доставке в этой? В Яндекс.Доставке? Надеюсь, что недолго получится. Это как подработка я взял себе. Ну, а кем планируешь дальше работать, что дальше делать? Есть какая-нибудь, я не знаю, там, мечта вот стать, например, там, не знаю, где-то работать, может? Дальше планирую стать дальнобойщиком. Мечта с детства у меня, как у многих детей, они меняются, как говорят родители. Мне тоже не верят, что не могло поменяться, но вот любовь к дороге, к машинам, она больше. Пересиливают все вот то, что большая машина, сложно управлять. Все равно пересиливают, все равно хочу стать дальнобойщиком. Слушай, это, ну, очень круто. Ты первый человек в жизни вообще, который мечтает стать дальнобойщиком. Обычно все говорят, типа, дальнобой, типа, не видишь семью, там, нету, нету ничего, три семьи. А ты реальный красава, дальнобойщик, причем это похвально. Про клиентов. Клиенты, когда как попадаются, на самом деле. Бывают адекватные, бывают те, которые считают, что ты им все должен. Если они тебя заказали, что ты становишься их рабом, грубо говоря. Сколько заказов я выполняю? Ну, в среднем это от шести до пятнадцати заказов. Ну что, друзья, наш сегодняшний рабочий день подошел к концу. Вот, давай, Виталь, посчитаем, сколько ты бабок сегодня заработал. Вот, чистыми из-за всего, вот то, что я получил. Тысяча рублей, пятьдесят три. Вот то, что с комиссией Мендекс. Тысяча пятьдесят три рубля. С комиссией тысяча четыреста с чем-то там, да? Угу. Это за шесть заказов, ну, короче, да, там, пять часов. В полдня, да. Пять-шесть часов. В целом у тебя всегда так получается или сегодня типа так мало? Какой-то день сегодня небогатый. Угу. А обычно по активнее, да и заказы по активнее прилетают. То есть, ну, вот, часов в шесть утра я выхожу, начинаю работать. И часов до десяти, до одиннадцати примерно работаю. Когда как тоже от дня зависит. Понятно. В общем, друзья, если вы, если у вас есть Вольво и вы увлекаетесь тачками, обязательно переходите по ссылочке в описании, там будет Инстаграм Виталий. Меня зовут Александр Жучкин. Если вы работаете на работе какой-то интересный, может, даже неинтересный, обязательно пишите, и я с вами проработаю целый день и покажу, как все устроено. До новых встреч, друзья, до завтра, пока. Субтитры сделал DimaTorzok